всем привет как всегда спасибо за то что вы здесь за то что вы материально поддерживаете канал за то что пишите комментарии из комментариев я черпаю много разного интересного но и много конечно пожеланий заключающихся в том чтобы показал ту или иную пластинку прежде чем писать эти пожелания посмотреть в плейлисты там очень много уже всякого разного показано но тем не менее пожалуйста пишите и если ваши желания совпадут с тем что есть в моих шкафах то я с удовольствием это сделаю ну а что что вот 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 альберт коллинз у меня здесь на диванчике притаился пластинка называется айспекин она считается лучшей альберта коллинза но я никогда не обращаю внимание на вот эти вот оценки неизвестно кого что это лучший альбом кого или иного музыканта там не лучший альбом я предпочитаю сам слушать и делать свои уже оценочные суждения выносить ну тем не пластинка очень хорошая в каком году она ушла я не помню помогли до 78 до аллигатор конечно 78 помню что конец семидесятых ну кто такой альберт коллинз те кто любит блюз они в общем и так это знают все те кто не любит блюз слушайте когда этот парень не не имел такой невероятной популярности в массах и карьера его не было столь блестящей столь громогласный громоподобные все охватывающие как у биби кинга там скажем или модди уатерса да но среди людей которые любят блюз а это не массовая в общем история блюз никогда не был популярен в массах широких никогда и нигде эта музыка все-таки для тех кто любит конкретно эту музыку хотя их много таких любителей и проходят блюзовые фестивали огромные пластинки подается огромными тиражами если говорить о том же биби кинге и о том же water все то модди вот раз говорил же что мой голос стоит миллион долларов и был прав эта музыка такая она очень хорошая самодостаточная совершенно ну тем не менее коллинз больше был популярен среди конечно тех кто в этом деле разбирается кто это дело слушает понимает или сам играет и тому подобное ну разве что вот айспики над пластинка она вышла конечно большим тиражом достаточно и пошла в народ и ее полюбили произведение фрости который он записал еще в ранних шестидесятых тоже крутилась по радио везде было дико популярно у меня к сожалению нет этой записи у меня вообще всего одна пластинка альберта коллинза к несчастью моему хотя какое-то несчастье на несчастье не дайте пешим шагом нельзя объять необъятное просто у меня много других но коллинз радостный человек очень радостный по крайней мере на концертах он так выглядит который слава богу может посмотреть сейчас довольно много их записано радостный веселый и такое ощущение что не обращал внимание на свои сложности которые возникали перед возникали на его пути вот литературная скажу тогда родом из маленького городка в техасе переехал в хьюстон потом семьей и играл на гитаре сначала играл на фортепиано на электрооргане учился играть и научился хорошо но потом полюбил гитару и 18 лет уже там 16 18 уже вовсю молотил по клубам техасским и был любим публикой был любим принимаем восторженно и в этом смысле у него все было хорошо не вообще всегда с концертами всегда все было хорошо другое дело что основной часть своей жизни он зарабатывал исключительно концертами потому что пластинки продавались все таки ну за исключением а и спикин там и еще еще нескольких они продавались не так как beatles и rolling stones да и там какие-нибудь хэви-метал герои продавались но жить на эти деньги конечно можно но довольно напряженно поэтому концерты 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 которые давали ему возможность существовать и приносили радость главное ему самому а также всем тем кто на эти концерты приходил сначала он так конечно не был контракт не помню с какой компании да это и не важно на самом деле он записывал сорокопятки в 60-е годы в целых много также как и фредди кинг специализировался на инструментальных произведениях потом пошло дело все таки уже до записи полнометражных больших пластинок но с продажами дело обстояло сложно и он искал 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 возможности примкнуть какой-то большой компании и нашел его боб хайт из группы can't hit всем вам известно и перетащил его в калифорнию там у него немножко дело пошло лучше потому что он обосновался в фирме который возглава возглавлял продюсер группы иглз и соответственно джо волш помогал джо волш не продюсер группы иглз до этого гитариста под компании владелых продюсера джо волш как гитарист иглз полюбил очень альверта коллинза и помогал ему в записи альбомов после чего наконец-то коллинз удалось ему заключить контракт с компанией аллигатор в которые выпустил этот самый айспекин аллигатор это как бы это бренд если я вижу вот этот вот логотип аллигатора то я считаю что пластинку нужно сразу покупать там плохие записи не не выпускалась на этой компании но собственно говоря о музыке альберт коллинз славен своим звуком я не говорю о бешеной техники о том что он какой-то адов виртуоз невероятный виртуоз и вот эта виртуозность она видимо и пришла от его совершенно уникальной техники он играет пальцами без медиатора да вот так вот пальчиком он сам говорил о том что его пальцы каменные потом в разных интервью эта фраза уже растаскана по по разным контекстом и уже пишут что альберт коллинз журналист какой-нибудь пишет выдавая за свои за свое это определили что у него пальцы были словно каменные пишет а это он сам сказал про свои пальцы на самом деле и он не любил играть медиатором альберт кинг знаменитый да вам наверняка спрашивал у коллинз почему ты не играешь медиатором что коллинз говорил что я не люблю я не люблю медиатор потому что я не чувствую гитары одной рукой чувствую а второй не чувствую я люблю чтобы вот ее чувствовать всю и продолжал играть пальцами альберту кинку кстати очень нравился альберт коллинз джон ли хукер очень позитивно отзывался о нем и вообще кто только о нем хорошо не отзывался потому что техника невероятная совершенно так вот во первых он играл пальцами во вторых он играл в строе ре минор что не характерно вообще потому что open g open d много кто играет но это мажорный строй все-таки от открытое ре тот же кит ричардс кстати у него тоже open d в полный рост везде brown sugar сыгран на строе открытое ре но это ре мажор а в ре миноре по-моему один только арбит альберт коллинз работал и он говорит что в миноре играть в строе в открытом строе ре минор хотя музыка мажорная у него при этом в как как и положено в блюзе да но другая аппликатура ему легче вот эти вот пальцевые штучки играть и получается так быстро так так удивительно так необычно все и все эти его одноголосые соло которые вдруг обрываются диссонирующими аккордами потом начинается пиццикат то всякие различные всякие штучки вот эти шумовые такие когда гитара играет роль перкуссии так интересно просто при этом тон его гитары он настолько острый настолько пронзительные как вы там не называли только и бритва лезвие бритвы и и ледяной какой-то ледяной тон и прочее прочее но достаточно послушайте лезвие бритвы слышно настолько острый острый высокий звук при этом он еще играл с каподастром всегда всегда и я так вижу что даже не на пятом ладу она седьмом там где-то на седьмом на восьмом девятом него каподастр и что это дает но это мои уже прямо правда домыслы ну во-первых каподастр сокращает длину струны значительно но вы скажете как же как же аккорд когда берешь с баре тоже сокращается длина струны ну по-моему сокращается да не так сокращается потому что капода стар жестко очень зажимает струну все-таки она реально сокращается она никак под пальцем сокращается да и соответственно ноты то те же остаются когда играешь за капода струн но колебания струны у меня такое ощущение немножко амплитуда колебаний как мне кажется немножко меняется от этого немножко меняется тембр все-таки но это мне так я так слышу во всяком случае и вот это все здесь ну плюс конечно гитара телекастер старинная у него и аккуратно он подбирал свои звукосниматели как-то я не помню как они называются и работал с усилителями очень очень дотошно и выработал вот этот бритвенный звук послушайте это очень круто если вы берете вот этот самый а спикинг и наверняка его послушайте за после того как я показываю можете начать с последние вещи на второй стороне инструментал который вышибает сразу все и сразу понятно что это гитарист космического уровня с невероятной скоростью со всеми вот этими штучками пиццикатными и шумовыми и какими угодно и с дикими бэндами абсолютно ну бэнды все играют любой блюзман играет бэнды да но каждый играет по-своему вот по-своему играет и коллинз тоже очень здорово ну и если пробежаться по песням то хани хаш первое полотно которое начинается сразу с гитарных рифов и понеслось дальше живенько бодро быстро с прозрачным стеклянным вот этим бритвенным звуком гитары очень точным очень техничным следующие в нд вэл фартонцы торнс из из бэкон ю начинается с гитарной ноты и пошла обратная связь пошел фидбэк но не такой как у хендрикса фидбэк такой а здесь тоненькая вот это но то она так пошла пошел фидбэк нотка меняет тембр превращается в обратную связь вот и вот то есть гудение усилителя в этом в этом жетоне и потом раз обрывается и пошла уже гитарных раз дальше так красиво так точно так так проникновенно так здорово и вот эта медленная песня классический медленный блюз такой под который хоть мужчины приглашают дам на танец или просто тащат соседи в зале что скорее всего на самом деле кстати говоря о зале альберт коллинз все пишут что он был первым в этом смысле это уже не первым конечно но его одно из основных основных фишек его был длиннющий длиннющий провод гитарность благодаря чему он выбегал в зал и играл в зале что заводила толпу невероятно конечно а из пик следующий номер instrumental где показаны все чудеса ну наверняка не все чудеса которые которыми владеет коллинз cold cold feeling еще один медленный блюз душераздирающий просто душераздирающий но при этом нежный и красивый и очень техничный очень техничный тут а ведь на второй стороне первая вещь перекличка с органом гитара орган спорят 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 а потом сливаются в экстазе как и положено моя любимая мастер чардж это моя любимая песня в среднем темпе с хорошей мелодии с хорошим извините выражение грувом с рифом и вот здесь просто я про каждую песню говорю что он показывает все свои чудеса но вот в мастер чардж там уже все чудеса плюс еще несколько то есть тут просто вот слушаешь и поражаешь и как вообще это все может быть такое как это сыграно все на гитаре человеком пальцами при этом то что так такой звук такой явно высекающий как говорит один гитарист интернета посекает вот он высекает пальцами это все дело звук невероятный плюс еще конечно пальцовка вот это дает возможность подцеплять немножко струну снизу что медиатором не получится сделать никогда в жизни и вот такие 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 вот штучки просто класс ну и conversation with collins третья вещь это такой длинный длинный гитарный джем то есть с ансамблем играет коллинз и сам себе сам про себя что-то такое рассказывает очень интересно в общем альберт коллинз один из уникальных гитаристов нашего с вами времени вот что я скажу за семьи пошел пить пока